В редакцию телекомпании ТВ Рассказова обратилась жительница нашего города. Она написала письмо телевизору с просьбой выяснить, какие льготы предоставляют гражданам, служащим в вооруженных силах Российской Федерации по контракту. Ее сын после армии поступил на контрактную службу. С этим вопросом наша съемочная группа обратилась к Александру Журавлеву, начальнику отдела военного комиссариата Тамбовской области по городу Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому районам. Поступить на военную службу по контракту могут как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 40 лет. За плечами у контрактника не должно быть судимости, но обязательно должна быть срочная служба в армии или обучение в военном вузе. Не обойтись и без хорошей физической подготовки, и, конечно, желание защищать свою родину. Все военнослужащие и контрактники, они разделяются на две категории. Кто идет, проходит службу на должностях солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров. Естественно, к ним предъявляются различные требования. Но социальные гарантии практически подлежат удовлетворению все. Они входят в первую очередь в жилищное обеспечение, получение при необходимости дополнительного образования уже за счет Министерства обороны, медицинское обеспечение, продовольственное, бесплатный проезд, пенсионное обеспечение и система страхования при прохождении военной службы. Профессия военного – одна из самых престижных и сложных, поэтому и оплата за этот непростой и ответственный труд соответствующая. В зависимости от времени и места прохождения службы, от звания и классности военнослужащего, денежное довольствие составляет от 10 тысяч и выше. Контрактники имеют также дополнительные социальные гарантии и льготы. Когда он проходит службу в районе уже 10 лет, он получает право на гарантированное обеспечение жильем. То есть получить после 10 лет уже гарантированную квартиру от Министерства обороны. Если он поступает на службу, в течение трех месяцев ему, Министерство обороны, обязано представить или служебное жилье, или жилье он имеет право нанимать где-то гражданских лиц, ему будет доплачиваться денежная компенсация из расчета от состава семьи. По истечению первого контракта сроком на три года и заключения нового, военнослужащий может вступить в ипотечно-накопительную систему, а после 10 лет службы он имеет право получить квартиру в ипотеку, которую будет оплачивать Министерство обороны России. Но в полную собственность жилье поступит только после 20 календарных лет службы. В случае увольнения из рядов вооруженных сил раньше этого срока, военнослужащий будет сам выплачивать оставшуюся сумму. Остальные льготы относительно жилья были отменены. Социальные гарантии, которые были раньше, сейчас они претерпели изменения. Почему? Потому что в условиях повышения денежного удовольствия военнослужащих некоторые из них были отменены. Это, к примеру, коммунальные платежи. Если пользовались раньше военнослужащими этими льготами и члены их семей, то эта льгота сейчас отменена. То есть 50% за электро, газоснабжение, водоотведение, подведение. Этим сейчас военнослужащие по контракту не пользуются. Льготы на получение жилья, конечно, больше всего интересуют военнослужащих и их семьи. Но также они имеют право на бесплатный проезд до места прохождения службы, медицинское страхование, санаторно-курортные выплаты и бесплатное получение второго высшего образования. Дарья Белозерова, Алексей Горелки. Новости. ТВ рассказывает. Новости.